Здравствуйте, меня зовут Любовь Голубева, и я эксперт по недвижимости. Я хочу поговорить об отношении к нашей профессии. Почему общество в основной своей массе относится негативно к риэлторам. Когда я 20 лет назад только пришла в эту профессию, рынку недвижимости было всего 7 лет. Это я считаю сначала приватизацией в 91 году, когда стало возможным покупать и продавать недвижимость. Так вот, уже в то время отношение к нашему бизнесу было негативным. Но я об этом не знала. Считала это очень интересно и полезно, помогать людям покупать и продавать жилье. И для меня было как ушат холодной воды наголо фраза коллеги. Успокойся, о нас хорошо никто и не собирается думать. А я искренне не понимала почему. Помогать людям приобрести самое важное в их жизни – жилище. И устроить все безопасно, комфортно, исполнить самую заветную мечту и вдруг оказаться персоной, которая недостойна уважения за труд. Как так-то? Оказалось, что все дело в комиссии. Оплате за труд выполнено честно и с нужным результатом. Дело в том, что на заре становления рынка услуг в недвижимости имела место порочная практика так называемых скрытых комиссий, размеры которых подчас действительно превышали разумные пределы. Но так было не в каждой сделке. Часто даже самую маленькую комиссию приходилось скрывать тем агентам, которые работали на колесах, без офисов и без договора. Потому что клиенты не считали себя их клиентами и не считали себя обязанными оплачивать услугу. «Мне на руки столько-то», – говорили они, – «а вы крутите сверху». И такая фраза зачастую была основой в переговорах. Вот и крутились, как могли. И большинство, надо сказать, весьма в этом преуспели. Агент, в принципе, человек находчивый. Именно с тех древних времен и пошел негатив в оценке обществом нашего труда. И переломить его до сих пор оказывается очень сложно. Я очень переживала в то время, о котором рассказываю, когда услышала слова коллеги. Потому что я никогда не работала без договора, а в нем вторым пунктом был прописан размер моего вознаграждения. И все было открыто с первой минуты. Честно и понятно. Но так было не у всех в то время. Увы. И дело вовсе не в том, что большинство пришедших в бизнес были хапугами, нечистыми на руку или мошенниками. В агентство вообще никогда, не тогда, не тем более сейчас, не приходят такие личности. Их выдавливает коллектив при первом подозрении на непорядочность. Сами профессионалы избавятся от него, потому что заинтересованы в долгосрочном и успешном бизнесе, который можно строить только на честных и на открытых отношениях с клиентами. Да и без агентства люди, не способные работать честно, выдавливаются профессиональным сообществом, потому что с ними никто не хочет сотрудничать или делать сделки. Непорядочные обречены на скорый конец своей деятельности агентов. Но за время своего пребывания на рынке они, к сожалению, наносят колоссальный ущерб репутации целой профессии. С этим явлением борются и прежде всего сами профессионалы. Говоря о причинах негативного отношения к профессии риэлтор, я касалась темы скрытых комиссий, с которыми борются прежде всего сами профессионалы. Еще одной негативной причиной является отсутствие должных компетенций специалиста, тех умений и навыков, которые позволяют ему оказать качественную услугу высокого уровня. Не секрет, что в агентство приходят работать люди с разным образованием и из разных сфер. Понятно, что никто не становится экспертом и грамотным агентом сразу после того, как прикрепил на грудь бейдж-агента. Для этого стажеры проходят обучение в самом агентстве, либо в одном из специализированных центров для риэлторов. И в дальнейшем постоянно повышают свою квалификацию, получают новые знания на различных семинарах, тренингах, посещают профессиональные конгрессы, форумы. Естественно, что теоретические экспертные знания – это только половина того, что необходимо агенту. Практика и ежедневная работа в полях, знакомство с десятками, сотнями различных ситуаций, вариантов своих клиентов, достижение результатов в поставленных задачах, успешное закрытие сделок – это вторая сторона качественного статуса эксперта. Я посчитала, что за 20 лет своей деятельности в недвижимости провела 5000 успешных сделок. Успешных сделок, ни одна из которых не была оспорена. И все равно я продолжаю учиться. Красному диплому преподавателя педагогики психологии я получила второй красный диплом – юриста гражданской правовой специализации. Езжу на разные обучающие мероприятия до сих пор. И до сих пор получаю для себя новые знания. Поэтому я совершенно уверенно могу сказать, что даю своим клиентам экспертную услугу самого высокого качества. И я такая не одна. На конгрессы и форумы собираются по тысяче, по две тысячи специалистов. Все едут за знаниями и обменом опыта. И это только руководители, которые потом везут полученный багаж знаний, новые сервисы и технологии в свои компании. И в маленькие агентства, и в огромные холдинги. И учат своих агентов и брокеров на местах. Уровень экспертности растет с каждым годом. Я знаю, о чем я говорю. Потому что являюсь играющим тренером. И сталкиваюсь с агентами других компаний и других городов лично. Скажу так. Наших клиентов в подавляющем большинстве случаев обслуживают грамотные и опытные специалистами. А за плечами новичков стоит мощная поддержка их компаний. С грамотными руководителями, юристами и менеджерами. Поэтому второй негативный момент. Низкий уровень компетенций. Изживается все активнее. В крепких агентствах качество основано на знаниях и экспертности.